Друзья, всем привет! Меня зовут Дарина, и я очень рада, что сегодня ты со мной на моём YouTube-канале. Сегодня будет новый день в Стамбуле, будет очень интересно, так что не будем вообще никакого времени терять и бежим смотреть этот влог. Сегодня на завтрак в отеле нам принесли вот такую вот булочку, она называется Симит, почти как Смит, только ещё с одной буковкой И. И поча, это тоже традиционная турецкая булка, но не совсем булка. Такая нарезка у нас сыров, немножко овощей и ещё будет омлетик. Сейчас подкрепимся и побежим гулять. Мы уже доехали до района Султан-Ахмед через мостик, и здесь уже такие интересные домики всякие красивые, старинные. И сейчас идём в сторону Голубой мечети. Вот там вдалеке находится Голубая мечеть, но первый у нас на пути собор Святой Софии. Он тоже достаточно красивый, с несколькими минаретами в форме башенок. Такое вот место скопления сразу нескольких достопримечательностей. А здесь стоят такие забавные, гляньте, автобусы. Не знаю, они, видимо, какие-то туристические или, в общем, не знаю, как-то смотрятся супер раритетно. Но, возможно, это просто обычные автобусы здесь, в Стамбуле. Уже множество туристов слушают экскурсии. В общем, такая атмосферка. На стенах собора Святой Софии такая вот вязь. Совсем, конечно, не понимаю, что тут написано, но атмосферности такое придает местечку. Но вообще, честно говоря, если бы времени у нас было побольше, то я бы с большим удовольствием зашла бы внутрь и посмотрела бы именно внутреннее убранство собора Святой Софии. Ну и, в принципе, Голубой мечети тоже. Не успели мы дойти до Голубой мечети, потому что после собора Святой Софии сразу же была отворотка в сторону дворца Тапкапи. Данный дворец являлся главным дворцом Османской империи до середины XIX века. Но после падения Османской империи он был превращен в музей, один из крупнейших по площади в мире. И это является такой святыней для всех мусульман, потому что внутри хранятся мечи и плащ пророка Мухаммеда, который относится к главным мусульманским святыням. Наверное, самое главное место, в которое стоит прийти, будучи в Стамбуле, это ресторан Seven Hills. Ну, на самом деле, есть рядом тоже другие рестораны. Вы можете на Google Maps посмотреть, но он самый высокий. Отсюда открывается прекрасный вид на Ая Софию и также на Голубой мечеть. Здесь всегда очень-очень много чаек летает. Их прикармливают туристы, гости ресторана. Вот на вилочку так вот кладут какую-нибудь еду, и чайки летят вот так вот ее слопать скорее. Классный, конечно, очень вид. Здесь еще, естественно, вид на Босфор. Просто чудесный. Маст, маст-визит, ребят. Вот видите, есть там другие терраски. Там гораздо меньше людей. Но, в принципе, я думаю, фотки не хуже получатся у вас, если вы захотите там перекусить. Ну, а когда я выкладывала в стори, в инстаграм эти видео, первым вопросом от подписчиков было, а не насрут ли они, извините, на голову. Но чайки в Стабуле очень воспитанные. Они спокойно подлетают, берут, что у вас на вилочке, и потом улетают. Развлечение просто супер, ребят. Фотосессии просто нескончаемым потоком здесь идут. Но, на самом деле, ребят, можете вот в соседние места сходить здесь. Там будет не так много людей, как здесь. Если вдруг вы не любите перенасыщенные людьми места. Я, к сожалению, не знала, что здесь есть другие рестораны, поэтому вот вам советую хотя бы, чтобы вы не толкались в таких бесконечных потоках людей. Так, ребят, чтобы еще раз понимать, что, где располагается, вот это голубая мечеть, вот это Айя София. Здесь, кстати, находится хамам Айя Софии. По-моему, он еще так же называется, как и мечеть. Но вот там, где ворота такие, и видно еще кран башенный. В общем, за спиной мужчины вход в дворец Тамкапи. Все очень близко, очень рядом. Вообще, мне очень понравилось в районе Айя Софии и голубой мечети. И если бы я жила в Стамбуле постоянно, мне кажется, я бы сюда приезжала даже просто вот так вот прогуляться по красивым местечкам. Все эти деревья насаженные тоже так прикольно смотрятся. И пальмы в перемешку с хвоей. Кстати, хотела напомнить, что влог снимается в конце ноября. И посмотрите, как зелено в Стамбуле. Светит солнце, чудесная погода. В Питере, конечно, в это время уже какой-нибудь мокрый снег. И давным-давно все опало. Вообще, надо сказать, что сама площадь между Айя Софией и голубой мечетью очень прикольная. Такая красиво оформлены все вот эти насаждения разноплановые. Так тоже хаотично смотрятся. Очень в стиле Стамбула. Такого всего хаотичного и разностороннего. Потрясающий вид, конечно, сейчас, когда солнышко уже поднялось. И все эти купола золотые начали подсвечиваться. Очень красиво. Кстати, еще стоит сказать, что в этом же районе находится цистерна базилика. Это тоже одна из достопримечательностей главных Стамбула. Но, к сожалению, сейчас она закрыта. И закрыта еще будет около двух месяцев, как нам сказали. То есть, примерно в январе-феврале она должна открыться. Если, конечно, турки соблюдают условия и сроки по ремонтам своих достопримечательностей. Поэтому, в принципе, к весне 2022 года вы точно сможете ее посетить. Ну, а мы решили пойти в другую базилику. И сейчас тоже вам ее покажу. Возможно, вы тоже захотите ее посетить. Вместо цистерны базилика. Ну, а из главных деликатесов стамбульского фастфуда уличного рекомендую попробовать жареные каштаны. Обязательно семиты. Это турецкие такие бублики. И, конечно же, куда без мороженого, которое просто так в Стамбуле вам не отдадут. Вот мы уже дошли до цистерны Шерифе. На самом деле, на карте мэп-сми она почему-то называется Цистерна Феодосия. Но вот если правильно, то она называется вот так. Шерифе Цистерн. И через полчаса мы пойдем внутрь. Потому что в заход каждый час. 9, 10, 11, 12, 13. Вот здесь, в принципе, есть расписание на текущий момент. Вход, кстати, ребят, только с ХЕС-кодами. Поэтому ХЕС-коды, знаете, носите с собой в электронном виде хотя бы. Но в ожидании входа в цистерну можно выпить кофе в местной кафешке. И полюбоваться на местных котиков, которые здесь повсюду. Так, ребят, входим в цистерну. Очень-очень такая крутая лестница. Поэтому идем очень аккуратно. Я держусь рукой. В экран не смотрю. На самом деле, эта цистерна была обнаружена случайно только в 2010 году. Когда в процессе сноса зданий муниципалитетом обнаружилось уникальное водохранилище. Которое простояло нетронутой много-много веков. И им, собственно, и оказалась данная цистерна. Кстати, раньше Стамбул назывался Константинополем, если вдруг кто не в курсе. И цистерна Шерифи, одно из древнейших константинопольских водохранилищ. Она строилась между 428 и 443 годами. Представьте, ребят, сколько ей лет. И в каком прекрасном состоянии она до сих пор сохранилась. И, кстати, более известная цистерна Базилика, которая была закрыта в момент, когда мы находились в Стамбуле, была построена немножечко позже, чем цистерна Шерифи. Сейчас в цистерне Шерифи можно наблюдать вот такое световое шоу, которое проецируется на все колонны и на все стены. И, честно вам скажу, местами оно прям захватывало дух. Особенно в тот момент, когда на стенах начали появляться такие как будто иконы или просто лики святых. Вот можете сами посмотреть, как это примерно выглядело. Но в сопровождении с музыкой и меняющейся картинкой это, конечно, так, знаете, вызвало такой восторг. И даже местами мурашки по коже шли от вот этого всего действа. Следующая остановка на пути сегодняшним нашим – это Гранд Базар. Но что-то мы прочитали, что по воскресеньям он не работает, а сегодня воскресенье. Поэтому, возможно, мы просто подойдем к нему и развернемся. Ну и опять же на пути к нему вот такая красивая мечеть, которых здесь очень-очень много в этом районе, в Султанахмете. Практически на каждом шагу. Ну и вот, собственно, вход на Гранд Базар. И, да, он закрыт. Поэтому мы идем дальше на одну тоже очень известную достопримечательность и инстаточку, скажем так, с которой открывается прикольный вид на город. Ну и, ребят, следующей точкой нашей была крыша Тахт. Но, честно скажу, она меня очень сильно разочаровала, потому что оказалось, что все фотографии оттуда практически просто фотошоп, либо это фотография как в студии. То есть это не настоящее место, а просто сделанное под инста-фотографию. Я такое не люблю. И поэтому мы пошли в ресторан, который расположен рядом с крышей Тахт. На самом деле их очень-очень много. И все они видовые. Вы можете выбрать абсолютно любой на свой вкус, походить по крышам нескольких из них и спокойно посидеть, взять какой-нибудь кофеечек с десертом и полюбоваться чудесным видом на Босфор, на город. Вместо того, чтобы ждать полчаса-час, платить 100 долларов за фотошопленные фотки и, по сути, жить какой-то, знаете, такой не очень настоящей жизнью. Ну, в общем, я просто, хотя и блогер, и люблю красивые фотографии, но я за настоящесть, если есть такое слово. И я не люблю, когда, знаете, чаек на фотографию вам кто-то фотошопит, а в самой локации вы, по сути, как бы и не были, потому что она была создана в фотостудии. В общем, это такой мой личный совет, но вы смотрите, как вам больше нравится. Ну, а следующей точкой нашего маршрута стал район Балад. Тот самый район с разноцветными домиками, с кучей таких хипстерских молодежных кафешек, с различными магазинчиками, с прикольной одеждой, сувенирчиками из Истамбула. В общем, этот район лично мне напомнил, знаете, такой турецкий Notting Hill. Не знаю, бывали ли в Лондоне или нет, но, может быть, как минимум, видели фотографии оттуда. В Notting Hill в Лондоне тоже такие узкие улочки, разноцветные домики, прикольные кафешки различные. И также, конечно же, там встречаются магазинчики с одеждой прикольной. Вот, в общем, это такой очень классный и уютный райончик. Обязательно рекомендую вам туда заехать, хотя бы на часик, может быть, на пару часов, если захотите остановиться в какой-то из местных кафешек. Абсолютно точно не уедете с этого района без кучи фотографий, как минимум фотографии улиц, может быть, даже не себя. Вот, потому что действительно очень-очень такое все милое, уютно, и хочется снимать прям все. Я постаралась снять вам такие самые яркие местечки, которые встретились с нам по пути, но я думаю, что я охватила самые-самые классные. И посмотрите, ребят, какая красивая плитка в обычной кафешке в районе Балат. Одно из известнейших кафе в Балате – это кафе Нафталин. И просто на секундочку посмотрите, какие тут гробы проезжают по этим супер-русским улицам. Ой-ой-ой, а тут вообще целая делегация едет. Вот это мы попали. Наверное, те ретро-машины на фоне кафе Нафталин стали самой яркой фотокарточкой из района Балат. Ну и, как говорила, в районе Балат расположена та самая цветная лестница разноцветная, точнее, и улочка с зонтиками тоже разноцветными, где все очень любят фотографироваться. Также в районе Балат расположена, наверное, самая узнаваемая улочка с разноцветными домиками, которая называется Керемит Кадесси. Можете ввести ее на Maps.me, либо в гугл-картах, и точно не пройдете мимо. Здесь можно сделать пару фоточек или видео на память, и в целом с райончика уже можно уезжать. Ну а следующая наша достопримечательность в Стамбуле – это будет прогулка по Босфору. Мы взяли прогулку на полтора часа возле пристани, которую я указала здесь, которая расположена у Галатского моста. Вы абсолютно точно не пропустите ее и на гугл-картах, и на Maps.me она отмечена. Скажу честно, мы взяли эту экскурсию на следующий день перед нашим самолетом, но в целом я уверена, что вы сможете ее уместить к себе в маршрут, тем более, что если вы пойдете по тому маршрутику, который подсказываю вам я, вы будете проезжать эту пристань, прям вот, можно сказать, что по пути к следующей достопримечательности – Галатской башни. В целом прогулка по Босфору мне понравилась, но не могу сказать, что я прям осталась, знаете, в восторге от нее. Видимо, я как человек, уже 15 лет проживший в Санкт-Петербурге и видевший, можно сказать, все виды европейского города с рек и каналов города, и в том числе и с Невы, я уже, знаете, так достаточно спокойно на это все смотрела, учитывая то, что все-таки прикол Питера в том, что ты смотришь на все достопримечательности прям сблизи, а здесь, в Стамбуле, все-таки приходится их высматривать порой издалека, и если хочешь снять что-то на камеру, то нужно прям сильно приближать. Но в целом я, конечно же, рекомендую включить это в свою программу. И маленький совет от меня – одевайтесь на прогулку по Босфору теплее. Ну и еще одна главная достопримечательность Стамбула, сегодня под конец нашего маршрутика – это Галатская башня. Очень, конечно, тут много людей снова, прям не протолкнуться. В общем, как всегда, народу на эту достопримечательность, как и на многие другие в Стамбуле, очень много. Вот там вот башня, а справа есть кафешка. Запоминайте название. Как по мне, уж лучше залезть на крышу кафешки, чем стоять эту очередь, подниматься пешком и толкаться вместе с туристами. Вот справа от башни кафешечка – Анимон. Где-то на крыше отеля Анимон. Ну и дальше мы немножечко прогулялись вокруг Галатской башни, заглянули в различные винтажные магазинчики. Я купила себе пару классных шмоточек. И довольны мы отправились в самое главное, наверное, место всей Турции, что Стамбула, что туристической Турции, в хамам. Мы выбрали хамам Куркума-хамами. Он существует с 1831 года. И нашли мы его на TripAdvisor. Рекомендую вам также выбрать один из пяти лучших хамамов в TripAdvisor и пойти именно туда. И скажу честно, ребят, наверное, нет лучшего завершения двухдневного путешествия по совершенно сумасшедшему и забирающему энергию Стамбулу, чем вот посещение такого хамама, расслабляющий 2-2,5 часа, и ты снова чувствуешь себя на все 100%. И, честно говоря, даже само внутреннее наполнение хамамов уже настраивает тебя на спокойствие и на заслуженный отдых после двухдневного покорения этого огромного города. Ну и напомню, что лично наше путешествие по Стамбулу закончилось уже на следующий день после прогулки по Босфору. Сразу после нее мы заскочили в кафе рядом с нашим отелем, быстренько перекусили, забрали чемоданы и отправились на такси в аэропорт Стамбула. Ну что ж, друзья, закончилось мое большое путешествие в Стамбул и в Дубай. Опять же, да, почему мы оказались в Стамбуле? Мы летели с пересадкой из Санкт-Петербурга в Стамбуле и в Дубай. И на обратном пути мы решили сделать такую остановку на три дня, чтобы посмотреть на Стамбул, потому что вот он оброс такими двоякими впечатлениями. Кому-то он очень нравится, кому-то вообще не нравится, кто-то так себе. Вот, поэтому захотелось и нам на него посмотреть. Ну и, собственно, в том же месте, где и началась эта серия влогов из Дубая и из Стамбула, я буду заканчивать ее. И надеюсь, что вам понравились мои влоги и конкретно этот влог последний. Очень надеюсь на вашу поддержку, как всегда, как начинающий влогер. Вот, и увидимся с вами в новых моих путешествиях. Все, всем пока!